Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН и в сегодняшнем видео мы с вами будем обсуждать опыт экипажа, элитный опыт, зачем нужны x5, x3 на премиумные либо коллекционные машины. Короче говоря, попытаюсь раскрыть полностью тему опыта экипажа, насколько смогу. Если чего-то забыл, обязательно пишите в комментариях. И да, ребят, это видео в первую очередь для новичков, а возможно и не только, поэтому если вы давно играете в игру и данная информация вам не в новинку, пожалуйста, не пишите гневных комментариев, лучше поделитесь своим мнением, о чем я забыл или о чем вы хотели бы уточнить, либо меня поправить. Ну а перед тем, как с вами начнем данную тему раскрывать, хочу вам сказать по поводу того, что на сегодняшний день я подписан на довольно-таки немалое количество каналов, которые ранее смотрел с удовольствием, но без оформления подписки. И это прозрение пришло ко мне только тогда, когда я открыл свой YouTube канал и на своей шкуре понял, насколько сильно нужны подписки постоянных зрителей на канал. Они помогают продвигать контент, они помогают показать YouTube, что этот контент действительно стоит вниманием, что его смотрят, он интересен, ну и соответственно YouTube начинает предлагать видео к просмотрам все новым и новым зрителям. Поэтому если вы готовы и хотите поддержать мой канал, мое начинание и смотрите мое видео не первый раз и они вам нравятся и заходят, пожалуйста, оформите подписочку, я вам буду безумно благодарен за это, спасибо вам за благовременно. Ну а теперь возвращаемся к теме опыта экипажа. Что есть опыт эпикажа и что он дает? Итак, на примере проходной машины 10 уровня Шеридан, на котором у меня 78% экипажа и да, ребят, за 8 лет я ни разу не покупал себе 100% экипаж за косарь голды, потому что меня, честно говоря, жаба давит. Я слишком нищебродный для того, чтобы на это тратить голду. Я лучше эту голду отложу на какую-нибудь премиумную машину, чего и вам желаю. Так вот, ребят, когда вы получаете машину, когда вы ее покупаете, вы можете выбрать себе либо бесплатно поставить 50% экипаж, либо взять себе 75% за серебро, ну либо в моем случае уже за золото догнаться до 100%. Что дает этот опыт экипажа? Дело в том, что чем выше опыт вашего экипажа, его мастерство, тем выше характеристики танка, тем лучше он играется. Ну вот, допустим, если я возьму себе 100% экипаж на технику, то у меня увеличится радиус обзора, урон в минуту, потому что время перезарядки станет более комфортным и будет более короткое КД. Время сведения улучшится. Короче говоря, определенные, практически все самые важные характеристики любого танка, они начинают улучшаться. Если же вы думаете, что только оборудованием и амуницией вы это можете улучшать, нет, ребят. И что самое парадоксальное, что опыт экипажа, он важен не только на проходных машинах. Когда вы покупаете себе премиумную машину, либо коллекционную, вам сразу по определению дается 100% экипаж. Ну вот, просто сразу. Но что самое интересное, что и его можно тоже улучшать. Но давайте обо всем-то по порядку. На примере одного из боев, ну вот, допустим, на вот этот бой я ссылался в предыдущем своем видео, я показал по поводу результативности машины и что я получил по результатам боя в виде свободного опыта. Теперь давайте обратим внимание по результатам этого же боя на опыт экипажа. Если бы это была проходная машина, и она была бы, допустим, 75%, то мне бы добавилось к опыту 2548 с учетом према и 1699, как вы видите, без учета премаккаунта. О чем это говорит? Что? Если вы играете с премаккаунтом, соответственно, вам начисляется больше, а именно на 50%, больше опыта экипажа в нашем случае. Если вы играете с установленным x5, x3 на проходной машине, то, соответственно, x5, x3 еще дополнительно добавляет опыта. Как вы видите на примере сертификатика x5 на танчик кини третьего уровня, можно прочитать, что позволяет получать в 5 раз больше боевого свободного опыта и опыта экипажа. Таким образом, получается, что играя с x5 и на премаккаунте, вы изначально в разы увеличиваете количество получаемого опыта, допустим, на проходной машине и таким образом ускоряете скорость того, как вы дойдете до 100% экипажа и, соответственно, получите все вот эти вот заявленные плюшки. Но, ребят, это еще не все. Когда вы дойдете до 100% экипажа, вы еще дальше можете улучшать себе экипаж как на проходных машинах, так и на премиумных. И здесь, ребят, мы возвращаемся к вопросу, так куда же идет опыт, который вы получаете на премиумных машинах, когда играете, когда экипаж уже у вас прокачан? Он же не может вам начисляться в никуда. Или, допустим, на проходной машине, как вы видите, допустим, на Йохе у меня тоже 100% экипаж и опыт, который я получаю в бою, он должен куда-то деваться. Девается, ребят, он вот сюда вот в элитный опыт. То есть весь тот опыт экипажа, который вы получаете за бой на проходной машине со 100% экипажем, либо вы играете с установленным X5, X3, с премиум на этих машинах, или даже на коллекционных либо премиумных машинах, на которые вы, в принципе, получаете больше по серебру, но вы еще и благодаря X3 и X5, там, либо премиумном аккаунте, получаете больше вот этого вот опыта экипажа, который засчитывается вам в элитный опыт экипажа. Что дает элитный опыт экипажа? На каждый вид техники есть 7 уровней опыта экипажа элитного. Если у вас, допустим, в нашем случае легком танке, будет опыт экипажа 100%, это проходная машина, то, соответственно, у вас добавляется еще за каждый уровень, допустим, в нашем случае, дает шанс в 5% сделать точный выстрел. Если вы подниметесь с 5 уровня на 6, да, подниметесь, будет планка выше. Если вы возьмете 7 левел, она станет еще выше на 7%, получается, дает шанс. То же самое касается, допустим, ПТшных машин. Сейчас у меня по ПТшкам, и сегодня мы с вами откроем, за 4500 серебра 7 левел по ПТ типам техники. Соответственно, я выведу в топ уровень умений моих экипажей. И здесь у меня, когда я подниму планку, допустим, до всех 7, то по всем пунктам того, что может опыт экипажа добавить всем ПТшкам со 100% экипажем, у меня будет максимум. В моем случае у меня будет 7% обзора и скорости сведения орудия, если все союзники были уничтожены. В отношении разброса орудия при развороте танка у меня будет уменьшение на 7%. И вот эти вот улучшения, они распространяются на все машины этого типа, на которых у вас есть 100%. Таким образом, ребят, получается, что играя на премиумных или коллекционных машинах с установленными Х5, Х3, весь вот этот опыт экипажа, который вы зарабатываете, он у вас переходит в элитный опыт экипажа соответствующего типа техники. Причем вы можете выбирать себе, какое конкретно дополнительное умение вы хотите качать. Если вы хотите сосредоточить, как я, допустим, на средних танках, сосредоточен был сначала на уменьшении на 14% разброса орудия при повороте башни, вы выбираете его. Ну, а если вы уже его прокачали или хотите качать, допустим, себе ускорение на 5% перезарядки орудия, то вы просто берете и переключаетесь на соответствующий навык. Таким образом, вы поднимаете скилл определенного умения экипажа. Ну, а теперь давайте посмотрим, как это работает. Сольем 4,5 миллиона серебра, и я надеюсь, что... Ну, не то чтобы куплю ваше доверие к моему каналу, но вы отблагодарите мои затраты, своей подписочкой, своими лайками и комментариями под видосами. Работает это следующим образом. Когда вы хотите ускорить, то есть вы просто катаете, опыт начисляется, соответственно, вот эта графа, она заполняется. Когда заполнится, перейдете на 6-й левел. Но если вы хотите ускорить этот процесс, вы можете нажать на кнопочку «Ускорить». Здесь вы видите количество вашего элитного опыта, который вы собрали на всех типах техники, независимо от уровня, на котором вы играли. И здесь у меня сейчас 1 468 500 вот этого вот элитного опыта, заработанного в боях. Для того, чтобы подняться до 7-го левела, мне необходимо заплатить 454 000 с вот этого вот счета и добавить еще 4,5 миллиона серебром. Ускоряем наше умение и поздравляем! Все навыки ПТ-САУ приобретены. Таким образом, я вывел в топ все навыки по ПТ-САУ, все навыки по тяжелым танкам. Осталось мне выкачать легкие и средние. Если вы находитесь на первых уровнях, то с первого и по четвертый уровень включительно вы будете ускорять прохождение данного навыка, изучение данного навыка исключительно за элитный опыт и не будете тратить серебро. То есть серебром домазывать ничего не надо будет. А вот начиная с 5-го левела, вам уже придется доплачивать за ускорение любого из навыков. Ну и если вы прям совсем, совсем богатый человек в отношении голды, вы можете это делать с помощью доплаты золотом. В таком случае с вас снимается меньшее количество опыта элитного. Но я, честно говоря, в этом никакого смысла не вижу и за 8 лет ни разу такой функцией не пользовался. Вот так и получается, ребят, что X5, X3, от которых все плюются в наборах к премиумным машинам, говоря по поводу того, что а зачем оно мне надо, если это все равно премиумная машина, лучше бы дали на все виды техники. Да, ребят, не спорю, может быть и лучше было бы, если бы давали на все виды техники. Но в таком случае вы можете прокачивать, допустим, играя на Чифтейне, прокачивать навыки и скилл экипажа именно тяжелых танков, причем любых, которые есть у вас в ангаре, и даже тех, которых пока в ангаре нет, но потом у вас появятся. Если видео было полезным, лайкните, пожалуйста, напишите свой комментарий, свое мнение. Ну а я жду вас на новых своих видео, и буду вам безумно благодарен, если вы вернетесь на мой канал. Всего вам хорошего, спасибо за просмотр, мира вам, друзья мои, и обязательно спокойствия. Пока-пока!